Всем привет! Сегодня у нас немного необычный выпуск, потому что практически случайно так получилось, что мы встретили знаменитого блогера. Привет, друзья! Я поехавший! Привет, друзья! Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронгаймен! Привет, друзья! Я Миша, и я путешествую по Новой Зеландии. Можно так сказать, да, уже? Знаменитого или блогера? И то, и другое. Блогера можешь точно. Да, хорошо. В общем, блогера из России, Михаила. Блог у него называется «Поехавший», и это правда. Тут он совсем не лукавит. Мы встретили его в Окленде, сейчас мы встретились опять в Ротаруа, и решили немножко пообщаться с ним. Чем же живут тревел-блогеры, зачем они живут, как они зарабатывают и насколько это интересно. Для чего ты приехал в Новой Зеландии? Слушай, у меня такая ситуация, я коллекционер. Я коллекционирую страны. Кто-то коллекционирует монеты, кто-то коллекционирует женщин. Я вот коллекционирую страны, и я вот ставлю галочки. Не галочки, точнее, у меня карты есть, и я в карту втыкаю булавочки. Вот прям по старинке. И сейчас у меня 95 стран, и я хочу до своего 30-летия, которое случится через 10 месяцев, добить 100 стран. Вот просто мечта такая. До 30 лет посетить 100 стран. И вот в Новой Зеландии 95-е, еще сейчас я полечу после нее в две страны, которых никто не знает вообще, от кого я спрашивал. Знаешь ли ты Ниуэ и острова Кука? Знаешь такие страны? Ну да, я знаю, потому что они тут относительно недалеко. У меня будет 97, и на обратном пути, пока я буду лететь в Россию, захвачу еще 3, и надеюсь вернуться уже со 100 странами. Вот за этим я приехал в Новой Зеландию. Это очень круто, реально. Блин, 100 стран, я не знаю, у меня 20-ка может наберется в лучшем случае, и то, наверное, чуть меньше, не знаю, не считал. Это очень интересно. У Миши блог на эту тему, он показывает, как он путешествует. Путешествует он очень необычно, он любит бомж-туры, то есть показывает максимально экономные... Не то, что я люблю, просто так выходит чаще всего. Он показывает, как экономно путешествовать. Не всегда это получается очень законно, Миша любит идти против системы. В общем, рекомендую по ссылке в описании проходить на Мишинблог, посмотрите, есть куча крутых выпусков. Из Новой Зеландии тоже. Да, собственно, где ты был уже в Новой Зеландии, о чем твои выпуски новозеландские? Ой, я был в Хоббитоне, я был в Квинстауне. Я ехал, я, в общем, взял машину по релокейшену, здесь бесплатная такая штука, я первый раз слышу об этом вообще, что это возможно. Взять машину в одном месте, которую до этого кто-то арендовал и оставил не на базе. Взять ее и переместить обратно на базу. И ты за это ничего не плачешь, только за бензин. Вот я взял машину и через всю страну на ней поехал. Ну, вышло не так бюджетно, как я планировал, потому что бензин здесь стоит в два с половиной раза дороже, чем в России. Но я проехал всю страну, об этом будет два ролика. Еще один ролик будет про мост, а потом я машину бросил, потому что, ну, я отдал ее, типа, и перестал, пересел вообще на автостоп, потому что начал компенсировать деньги, даже на автобус решил не тратиться. Поехал автостопом на мост, на Шкиперский мост, который был в рейтингах самых опасных мостов мира. Я бил просто вот что-то, мосты мира, по-моему, или опасные места мира. И там мосты вылезли, и почему-то Шкиперский мост был на одном из первых мест в этом рейтинге. Я не знаю, кто его составляет. Но выглядит действительно опасно, я туда доехал, об этом будет еще ролик. Еще будет ролик про антипода Москвы, город-антипод Москвы, который находится на самом удаленном расстоянии от нашей столицы российской. 16 660 километров. Оттуда будет ролик. Я там нашел голубую четверку. Я катался по самому удаленному городу России. На Жигулях. На голубой четверке. Это феерическое что-то было. Еще ролик с заброшенной железной дороги. Да, есть много заброшенных железных дорог в Новой Зеландии. На одну из них я приехал и прокатился там на дрезине. Причем нелегально прокатился, потому что там уже не катаются на дрезинах. Почему именно вот такие непонятные места, ну я имею в виду не попсовые места, а почему бомж-туры, почему бесплатно или против системы? Что к тебе сподвигло вообще на это? Бомж-туры, потому что у меня денег нет. Тут все просто. Логично. Если бы у меня были деньги, то я бы, наверное, не в бомж-турах был. Места не попсовые. Я на самом деле не знаю, какие места попсовые, какие нет, потому что я чаще всего ничего не узнаю о странах, прежде чем в них приехать. То есть я приезжаю в них и уже начинаю смотреть. Ага, ага, вот посетите это, посетите это. И я даже не знаю, какие из них попсовые, какие нет. Вот ты мне много мест показал. Собственно, я, по-моему, по твоей карте ездил. То, что мы с Денисом когда встретились, первый раз в Окленде, он мне там точки расставил. И я начал смотреть, какие будут мне по маршруту, и по ним поехал. Их отснял. Вот. Главное, что я хочу в своих роликах рассказать, это то, как здесь живут, в принципе, люди, бытовые какие-то их условия. То есть я снимаю обычных людей, в том числе, которые встречаются на моем пути. Я с ними разговариваю, несмотря на то, что мой английский гораздо лучше, чем русский некоторых новозеландцев, которые никогда его не учили. Но, тем не менее, я разговариваю, получаю какую-то обратную связь, фидбэк. И вот ради этого все. А вот все эти мосты, все эти города на другой стороне земли, это лишь какой-то сюжет. Отправная точка. Отправная, ну, да. Для сюжета. Просто, чтобы была какая-то цель, и к ней я мог идти, и по пути вот я нанизываю на то, что получается, бусинки. Смотри, сейчас каждый, у кого есть камера, телефон, господи, как эта штука называется, выдвигающаяся, да-да-да, все становятся видеоблогерами. Сейчас становится очень популярным. В России уже популярно, но в Новозеландии пока отстает. В этом плане он тоже происходит. Да ладно, в Новозеландии отстает от России. Реально сильно отстает в этом плане. Вопрос. Какие советы ты можешь дать видеоблогерам? Насколько стоит этим заниматься, не стоит? Приносит это кучу бабла, несметное богатство, или это вообще ничего не приносит и просто по кайфу? Что ты можешь сказать по этому поводу? Могу сказать, что один главный совет дать, снимать, даже если у вас тысяча подписчиков, так же, как если бы у вас был миллион, который вы хотите. Ты же хочешь миллион? Да. Снимаешь на миллион подписчиков сейчас? Да. Да? Ну, значит, у тебя скоро будет миллион подписчиков, но они никуда не денутся, они тебя найдут. Бот снимать так, как будто вы уже супер популярны, и не делать скидку на то, что меня там смотрят полтора инвалида, и мне пофигу там, не обрежу что-нибудь, или не буду музыку долго выбирать, которая подходит под ролик. Снимай, сразу хорошо, и тогда все придут на это хорошо, вот. Хорошо, а заработать на этом реально, чтобы потом жить на эти деньги? Ну, если у тебя больше, чем 200 тысяч подписчиков, то ты, в принципе, в России можешь нормально жить уже с этими деньгами. До этого, ну, будь готов уходить в минусы даже. У тебя есть кредитка? Есть? К сожалению. Ну, и раз есть кредитка, то, возможно, ты дотянешь до 200 тысяч подписчиков, тогда все будет хорошо с тобой. Ну, и совет еще важный, что если вы просто делаете хороший контент, но нигде его не промоутите, не делаете коллаборации с другими блогерами, вот как мы сейчас с Денисом, то о вас будут узнавать гораздо дольше. Очень долго нужно везде опихать себя прям, где сможете. Если живете, вы, не знаю, где-нибудь в Саратове, найдите блогеров в Саратове, сделайте вместе с ними какие-то коллаборации. Короче, суммируем качество, 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 качество и в маркетинге, и в контенте. В контенте в первую очередь, да, то есть, чтобы дать что-то полезное людям, что-то интересное, тогда тебя будут смотреть, тогда у тебя будет востребованность, и тогда ты сможешь на этом как-то зарабатывать, там, нативной рекламой, там, не знаю, интеграциями, там, все что угодно. Правильно? Да. И сколько времени ты таким образом проводишь в путешествиях обычно? В году, я имею в виду. За лето прошлое в Москве я был 5 дней, за эту зиму я был что-то 2 недели в Москве. Ну, в среднем я где-то 3 недели в месяц я путешествую. Я так посчитал за последний год статистику. Ну, это не только заграничные страны, я много по России путешествую. Я был там от Калининграда до Кунашира и от Мурманска до Дербента везде. Я люблю Россию, по России путешествовать. Да, я видел много хороших. И ты не можешь это делать. Да. Ха-ха. Потому что ты в Новой Зеланте. Могу, но дорого и долго. Надо перелететь сначала. Ты вот на своих этих микроостровках сидишь и страдаешь. И страдаешь здесь, да. Тут страна-то это плевок. На самом деле не такой уж маленький плевок, но как бы здесь можно за полгода все объехать вообще, мне кажется, да? Ну да, если задаться целью, наверное, можно. Ну, смотря как качественно ты хочешь время проводить, ну, возможно. Ну, вот смотри, вот ты много путешествовал. Где была самая прям жесть вообще? Вот я просто видел такое отступление небольшое. Я видел выпуски в Афганистане, Сомали, где-то еще в каких-то таких жестких точках. ДНР, да. Где была самая вот такая, самая жесть, самая опасная, не знаю, может быть. Или самое то, что тебя впечатлило в шокирующем смысле слова? Вот название, которое ты перечислил, они действительно на слуху, они опасны. Афганистан и Сомали. Я тоже так думал раньше, до того, как туда приехал. Но, как выяснилось, все не так страшно, как молюют это. Потому что везде живут обычные люди, и они везде живут обычной жизнью, и везде все хотят мира на самом деле. И в Афганистане, и в ДНР, и в Сомали можно даже снимать, в принципе, если аккуратно. Я встречался там с представителями Талибана, террористической организации. В Афганистане, если вести себя с ними нормально, то никто тебя не украдет, никто тебя не тронет. Кстати, ребята, вступление тоже небольшое. Российский паспорт, это просто замечательно. Потому что к русским, к россиянам все относятся хорошо, и можно посещать все страны в мире, если у вас есть виза, конечно. Если у вас американский паспорт, вы никогда не приедете, допустим, в Афганистан, потому что вам не дадут визу. Американцы специально попросили афганцев не давать визу своим гражданам, потому что их там воруют. Если у вас израильский паспорт, вы никогда не приедете в арабские страны. И только с российским паспортом, может быть, новозеландский, не знаю. Новозеландский, а никто не поймет, что это такое. Что, New Zealand? New? Where is Old Zealand? Самые негативные впечатления. Индия мне очень сильно не понравилась. Как будто попала в антиутопию какую-то, если честно. Вот это Индия, где люди живут в абсолютном, неконтролируемом, ну, мною неосознанном хаосе. То есть наверняка у них там есть какой-то порядок собственный, но я не въехал у него. Мы проехали Индию по нетуристическим местам, и мне не понравилась Индия очень сильно. Прям плохо. Хорошо. Не хорошо, плохо. А теперь про хорошо, противоположное, где прям понравилось, вот прям душа лежала. Кроме России, я знаю, в России очень хорошо, я понимаю. Россия, Россия. Нет, в России на самом деле много мест шикарных, и я это понимаю. Просто тут хочется понять, какие еще страны, потому что нас смотрят в основном из России, они знают, но я надеюсь, что вы все-таки много путешествуете по России и смотрите, как все устроено. И поэтому мы хотим рассказать еще о каких-то странах, которых ты рекомендуешь, может быть, посмотреть. Я рекомендую посмотреть все страны мира, потому что это расширяет кругозор. Но вот из тех стран, в которых я согласился пожить сам какое-то время, это Япония, потому что это другая реальность абсолютно. И она не плохая, как Индия, она просто другая. Вот, не знаю, марсиане прилетели, значит, потерпели крушение, приземлились на эти японские острова и там выжили. Получилась Япония, там совсем по-другому. И Балканы, балканские страны мне очень нравятся. Это Македония, Сербия, Македония и Сербия больше всего мне нравятся. Там душевно, вот как-то по-русски, но и не по-русски. Такой небольшой диссонанс, но он скорее приятный, чем нет. Интересно. Я как-то был в Белграде, но буквально там одну ночь проездом надо будет посетить на более долгий срок. Да, в Белграде хорошо. Ну как тебе Новая Зеландия в сравнении с 94-мя уже другими странами? Какие плюсы и минусы? Вот, что отличает реально, как есть? Ну вот, первое впечатление. Ты провел две недели. Я здесь 15-9, да. Да, вот первое впечатление за две недели. Здесь слишком спокойно. Прям чересчур спокойно. И даже дело не в том, что тут ничего не происходит. Допустим, в Донецк я приезжал, там в это время тоже ничего не происходило. Особо просто люди по улице гуляли, но там ты находишься, понимаешь, где находишься. Ты понимаешь, что вокруг тебя находится. Ты в контексте. А здесь весь контекст – это тысячи километров воды вокруг. Пустой воды, спокойной, в которой ничего нет. Просто спокойствие. Гладь. И ты вот посреди всей этой глади находишься. И тоже как будто принимаешь вот эту спокойную форму воды. Вот мне хочется свернуться, значит, калачиком. И продолжим интервью так. Так я чувствую себя в Новой Зеландии. Подписывайтесь на мой канал. Вы уже подписаны на канал Дениса, раз смотрите этот ролик. И ставьте лайки. Все, всем спасибо за внимание. Увидим мир вместе. Дякую. Пока.